доброго времени суток зрителям и замечаем гостям нашего канала с вами россии мы продолжаем с вами играть в игру imperial glory захватывать мир но прошлой серии мы отхватили кусочек россии а в данном а если конкретнее точнее это был киев и курск также мы взяли османскую империю вместе с ней к нам присоединился эту ежу греция балканы ну в общем хапанули так хапанули скажем так на данный момент у нас мир дружбы жевачка только с триполи великобритании королевство объединенных сицилий против нас немножко плохо настроены россия в принципе мне кажется не представляет никакой угрозы потому что у него в россии осталось египет и тире наика которая находится ниже нас и в принципе мне кажется вряд ли они будут там строить плацдармы нападать на нас на анатолию но также у россии остался санкт-петербург это столица которым мы к сожалению не можем отхватить потому что фракции которые являются которые можно играть это фракции империи в том плане как великобритания франция австрия пруссия россия эти фракции нельзя захватить полностью как фракции не империи типа вот османская и так далее поэтому единственным условием победы будет только тогда если мы захватим все кроме их них столиц но в принципе если вот так вот заточить компьютера вокруг окружите заточить его в столицу то в принципе он угрозы не представляет потому что мы выставим здесь свои войска на границе ему будет просто некуда выйти а три их них отряда но в любом случае как бы как бы там ни было скорее всего соснут от наших отрядов которые более круче так а теперь давайте займемся тем что попробуем укрепить в нашей позиции новое потому что наши войска очень побитая вот особенно вот эти ребята которые остались почему-то одни вообще остаться в живых мы перейдем их сюда а туда кинем более выкомплектованную современную армию так 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 ну вот это конечно это извращение но все равно как-то надо ребята как-то надо это делать как-то надо укреплять давайте пока будем перекидывать вот так вот вот так здесь получается сейчас зажмем россию чтобы она не могла выйти со своей столицы обязательно обязательном порядке нам нужно будет укрепить границы на балканах потому что все-таки австрию никто не отменял может быть они конечно не такие сильные но посильнее россии будут это точно здесь у нас осталось молдавия полковник потемкин здесь у нас осталось молдавия которая тоже захвачена россии у полковника потемкина всего лишь три отряда пушек кушников капитан он у нас по совершенно пустой здесь у нас шлюп ломбардии находится ребятки и королевство обеих сицилий это наши враги но ничего так у австрии есть еще один ход чтобы нас покинуть наши земли давайте наверное сразу построим местные госпитали что тут еще пограничные посты военные госпитали это прирост населения до продовольственные склады обязательно обязательно ребятки позволяют вербовать капитанов ну это все надо строить это все дешевое но надо поднимать этих ребят с колен потому что все-таки они должны тоже работать на благо нашей империи давайте поднимем курск киев мы взяли данных киев у нас уже был извиняюсь хочу не могу не мог москву почему-то выбрать в москве также поставил построим заводы госпитали завершим вот все австрия покинула нашу ново приобретенную территорию россия кинула какие-то свои кораблики франция ребята франция еще очень очень возможный для нас противник потому что пока мир дружба жевачка но не доверяю я такому не доверяю так уведомление самодержавие подходит концу теперь вы можете выбрать одну из следующих политических систем диктатура или абсолютная монархия конечно я приверживаюсь диктатуре но давайте выберем анархию так долгожданное событие свершилось карл кристоф мы можем организовать дипломатический брак с наследием принцем иностранной державы если мы выберем нейтральную страну она войдет в состав нашей империи если мы выберем другую империю мы можем заключить с ней прочный мир который она никогда не нарушит для заключения дипломатического брака вы можете воспользоваться соответствующей дипломатической принцией мы можем заключить брак ребятки и кого-то поглотить если это просто страна а если это империя заключить долгий крепкий мир но по факту с кем нам нужен мир кто нам здесь составляет угрозу австрия потому что она близко я не думаю в принципе мы сейчас укрепимся они нам ничего не сделают выдавать как бы и женить или выдавать замуж своего наследника или наследницу потому что чтобы захватить какую-то маленькую странишку мы можем запустить силой поэтому я думаю пока этот козель мы оставим на потом так после политического переворота в нашем государстве произошла смена правительства теперь у нас абсолютная монархия столице построили дворец симпатии к нам стран с такой же политической системой вырастут а страны с другой политической системой станут относиться к нам хуже и так ребятки исследование что здесь увеличивает производство продовольствие на 50 процентов вот вот оно наконец-то так аграрная реформа поможет нам перераспределить земли передать их из рук крупных землевладельцев фермерам что значительно увеличит производительность исследуйте аграрную реформу и построите министерство сельского хозяйства хорошо армия здесь элитная казарны ну давайте наверно пока сделаем упор конечно в еду потому что меня достало если честно тратить бешеные деньги просто бешеные деньги для то чтобы покупать еду у каких-нибудь типа типа блять вот этой ломбарди извините за выражение упадать то есть хватит хватит это терпеть мы должны уже выходить на свой уровень так собственно я здесь хотел перекидать войска да вот так я хотел нет 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 я извиняюсь где тут вот эти однушечки однушечки поляков вернем домой вот значит эти ребята так вот надо блин вот у меня кусок территории незащищенный блин надо как бы так нам сделать что тут у нас тут у нас поляки ну конечно им верить нельзя ну давайте сделаем пока вот так что мы можем нанять в анатолии а мы тут только строим ну завершаем пока ход в принципе если даже россия вдруг захочет напасть с молдови и отхватить у нас кусок я думаю мы в принципе сразу сможем сделать контратаку навалять и и забрать наши земли обратно мне не нравится вот это телодвижение чужих кораблей в моих территориальных водах придется а флот я же слой до конца не перекинул ребята местные госпитали построены в москве лесопилки в курске местные госпитали в анатолии местные на балканах ну видите приходится подымать запущенные регионы давайте возвращаются домой пока туда где-то их закинем вот этих ребят сюда потому что мне не нравятся эти все эти телодвижения так вот здесь в принципе пока все также остается бред стыдоба стыдоба уже перешли в февраль 1808 мы до сих пор уходим с ополчением стыдно товарищи должно вам быть всем давайте на поменяемых на гусаров где-то такие ополченцы так вот так вот почему я не могу по пополнить ребят если кто-то знает пожалуйста обязательно мне сообщите в комментариях я вижу что imperial glory пока вызывает более большой интерес чем остальные игры по которым я снимаю летсплеи поэтому если кто-то знает подскажите почему я не могу пополнить отряд в принципе как я понимаю мне нужно делать это в гарнизоне я в гарнизоне сейчас нахожусь но это гусары и это пруссы может мне нужно именно пополнять их у себя в пруссии а не захваченном гановере ладно в общем с этим нужно будет разобраться потому что мне не нравятся такие отряды коллеги которые остались там вот видите это не дело в анатолии я не могу строить войска вообще я вас понял я вас понял в церкви мы пока тоже ничего не можем строить войска нанимать в анатолии я не могу что в принципе очень жалко ладно завершаем ход австрия ну не надо не надо австрия ну не надо так делать вот такие телодвижения которые меня пугают мне такое не нравится мне такое не нравится когда он начинает так вот бурагозить у меня под границей моей чему вот эти стягивания войск нормально же общались австрия нормально же общались так поляк заходи сюда мы тебе сейчас даже не знаю давайте подстроим ему гренадеров и пару кавалерий я не знаю хотя бы так ты у меня там кучу куча народу куча как давайте вот этот слабенький отряд перетянем сюда отсюда граждан выведем немножко почему они у нас сидят в этом конечно тоже стыдно ополчение потому что вообще распустить к чертовой матери так отряды давайте им пушку до построим что у нас тут давайте артиллерию кавалерию тоже битая нет но это стыдно это надо что-то с этим делать это надо как-то менять перекраивать армию потому что она должна быть у нас по последнему слову техники для того чтобы мы могли видать полноценный отпор или полноценное нападение а вот эти крестьяне которые были еще три века назад три эры назад точнее грубо говоря это конечно стыдно господа стыдно будем с этим обязательно бороться будем этим заниматься так у нас осталось два хода до стечения срока действия договора с приходом границ мы должны вывести все войска с территории франции франции вообще так лесопилка в москве госпиталь в курске продовольственные склады в анатолии лесопилка на балканах где у нас собственно здесь есть войска на территории австрии франции не понимаю и все ладно мне вот это интересует и чего тут у моих берегов забыла франция может побазарим что с тобой это здесь забыл давай вам вали отсюда шлюп инди миг табли какой-то господи вот что придумывали так что тут у нас строится 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 вот этот кусок у меня получается вообще беззащитный и москва а нет на москве у меня стоят войска вот кстати в греции почему мы ничего не построили в греции те же самые местные госпитали торговую гавань давайте такой торговать пускай греция будет зачем просто так здесь нужно что завершаем ход в принципе у меня уже небольшой минус по еде пока я не войну не виду воин военных действий где-то примерно около 130 заход просто серия купил 4 почти 5000 еды за кучу золота которая получил за войну с россией но мы должны как-то так соглашение пресечения границ которые мы подписали гастрат франция заканчивается на следующий ход да у меня нету никого на территории франции ребят а если даже есть я за них отвечу так в анатолии построилась военная академия мы наконец-то можем до арабское ополчение нанимать я вас понял нам в любом случае здесь нужно будет построить полноценную полноценную военную инфраструктуру потому что войска которые здесь стоят я планирую их перекинуть в курск или же их вообще по хорошему и вообще перекинуть на балканы для того чтобы зажать наших автрийцев хотя тут перекидывать нет ну почему тут практически самодостаточные отряды кроме вот этих дебилов мы можем их укомплектовать до конца и перекинуть на балканы здесь соответственно нужно будет крепиться подвести вот сюда чтобы граждане нас не на нас не нападали но поначалу нам нужно выйти на хороший плюс в еде чтобы мы могли эту свою армию будущую прокормить я думаю ближайшие ходов 5-10 наверное никакого военного конфликта не предвидится это точно мы нападать не будем ни на кого и на нас я думаю кто пока не не осмелится напасть я конечно не скажу что мы самая сильная страна но довольно таки опа легкое сражение в курске нас напал королевство объединенных обеих сицилий капитан ferrari видите мой прогноз по поводу военных действий течение 50 ходов не оправдался конечно мы хотим командовать лично и мы накажем этого итальяшку ferrari за то что он пошел на нас я не хотел этой войны ferrari и твое непосредственно руководство ну ты сам сделал свой выбор и поэтому будешь получать мне сказали что можно не читать и действительно можно не читать я думал кому надо почитает сейчас мы должны отстоять наш курск видите какая накаленная обстановка нельзя совершенно выводить никуда войска свои потому что вот такие всякие тальяшки бьют в спину бьют ребята бьют спину но хорошо что у меня здесь свеженькие солдатики все давайте начнем бой с ихней губой пойдем отсюда пока в развалочку сделаем ускорение чтобы это было быстрее пойдем на x4 на воскли перестройки а вот на те идут я понял вас давайте встанем вот здесь поднялись поднялись возвращаем скорость обычную так так дальность 70 60 метров 70 метров выстроить вас вот сюда конница пожалуйста пожалуйста конница делаем вот такой шах конем скажем так значит вам я можно открывать огонь без команды я вас подвину еще ближе давайте я сразу вам в помощь выдвину еще одну шеренгу стрелков также можно атаковать и без команды тут мы выстроим вот так вот опять же атаковать без команды может сейчас попробуем их спровоцировать тени как дурочки тянутся на наши ряды сплоченных воинов так вы вообще забегите вот сюда пожалуйста и будем астта все ребят машину даты побеждать конечно со слады побеждать по умолчанию наши слады побеждает так конница конница на месте начинаем подтягивать эту конницу сюда эту конницу начинаем подтягивать сюда объем с этого фланга не понимаю почему мы не можем бить но мы должны бить пошли конница пошла конница пошла было уже два залпа давайте немножко увеличим скорость все отельные бежали снимите понятно скорость можно вернуть обратно нет все таки все таки эти козлы навязали нам бой давайте я хочу чтобы погибли все чтобы от капитана феррари не осталось и памяти даже все таки зараза не убили мне четыре конных и 9 стрелков потери сейчас посмотрим более точные данные я думаю нужно незамедлительно бить в ответ и поставить на колени королевство обеих сицилий и закрыть этот вопрос раз и навсегда но я не хотел воевать ребят я не хотел воевать я хочу мирно развиваться итак общие потери 3 общие потери 180 мы вырезали их под чистую ну вырезали их под чистую хорошо все действия истек с францией истек с австрией хорошо с францией местные госпитали построены так вот это несчастное королевство сицилия которая в себя нифига не не представляет и они себе так похабы наведут ребята но мы будем плыть очень долго единственное что мы можем сделать это здесь поставить порт но опять же это будет очень долго потому что потому что потому что ребята еще действительный цех начальной школы в польше зачем нам учить поляков нам хватает того чтобы они просто могли держать оружие идти в бой ладно пока завершаем ход мне нечем пока ударить по сицилии да и нужно пока ждать подвох от ребят поближе чем сицилия я думаю мое войско пока справится с такими по одинокими нападками нет вот еще сицилия идет ты посмотри какой он неугомонный ой подонок так давайте вот так вот тогда ребятки так вот так поляк отстроился я не хотел бы поляка здесь оставлять одного ребят но так чё здесь ну тут явно вон один капитанешка то есть у него три отряда точно есть я уверен ну вот кусок блин жалко этот кусок ребята жалко но если мы перекинем хотя бы так я не знаю хотя бы так ну пушки и стрелки блин я конечно люблю когда есть конница но блин ладно давайте хотя бы не знаю одно войско туда кинем плачевная наша ситуация очень плачевная конечно польша давайте немножко там кавалерий там что-нибудь какое-нибудь что ли что тут у нас в основном 3 эре мы ничего не можем строить нет к сожалению ладно давайте завершаем ход денег у нас мало но россия со своими войсками на корабле добрый вечер это чё такое ничего в тыл решил ударить что-то по тактике мне это очень не нравится в принципе нет ну что-то здесь есть как бы что-то тут есть ребята отряды мы до сих пор здесь не можем никого нормального строить это кошмар это просто кошмар что здесь по войскам а стыдоба это моя здесь да улучшенную казарму бы конечно построить блин скорость исследований улучшается блин все таки бешеных денег стоит это кошмар сколько там еще нам блин еще половина ой россия ой россиюшка не воловодь там не надо ну чё я жду нападения королевства обеих сицилий будет оно сегодня или нет новый командир ожидает ага поляндрии он ожидает что там по зданиям начальные школы современные госпитали все это строится хорошо конечно бы по хорошему попытаться бы кинуть туда свои военные корабли и дать заблокировать нахрен эту королевство сицилий обеих чтоб они даже как бы носу свою не показывали в моих водах в новых моих водах ну наверно так и сделаем давайте отведем шлюп фрегат фрегат будет покруче давайте возьмем значит фрегат наверное и вот этот шлюп я думаю тут справится ребята без нас кстати вот у меня здесь капитанчик плавает на шлюпе ладно пусть плавает пока пока его услуги нам не нужны завершаем ход ждем ждем затишье перед бурей ребята в любом случае сейчас тут у нас опять опадет ну или мне получится зайти и одним отрядом забрать королевство объединенных сицилий я не понимаю почему то ломбардия так себя ведет вальяжно что власть почувствовал торговая гавань построена то построена наши корабли плывут дальше вот сюда так что здесь ребятки есть есть блин тут бы тоже нанять какого нибудь офицера до кавалерию хотя бы одну ну чтобы хоть какой то был отпор а тем временем потребности моей армии растут она по понемножечку растет и потребности растут так а это собственно кто тут у нас может я зря проплываю франция выполняет миссию симон боливар вознаграждение все отряды базовой пехоты этой империи повышены в статусе очень плохо военные госпитали построен региональный бренденбук так давайте все таки наверное нашего вот этого парня с этим скажите мне ой вот так сильно предпомогу нашу шлюпочку с парнем перекинем пожалуй ну чтоб он мог захватить так вы кто вообще вы чудите кто вы португалия португалия а что ж ты португалия так плохо себя чувствуешь может ты хочешь немножко подружить португалия давай мы тебе конкурсство поставим тут ну как бы так нормально же можем общаться мне как бы в принципе твоя территория не помешает не понял франция видите ребята мы столкнулись с такой ситуацией что весь мир против нас весь мир так новые ожидают нас в Дании хорошо где мои корабли тут кроме я вижу целая херова туча их вражеских кораблей мы будем двигаться дальше в отрядах мы пока ничего интересного такти не можем построить хотя можно было бы уже давно какой нибудь бы отрядик нанять ну ну нет ну нет так давайте выведем этих ребят вот сюда покажем России и Франции что у нас есть с чем погрызаться давайте еще построим такой вот сборничок пускай будет завершаем ход у нас уже по 200 еды отнимается из-за нашего прироста армии уже по 200 еды в минус уходит за каждый ход ребята 200 ну ничего мы уже близко к исследованию я совершил очень большую глупую ошибку не повторяйте это если вы будете играть обязательно следите за тем что вы следуете реформа следована отлично сейчас секундочку увеличит прирост доступных новобранцев ага увеличивает производство сырья нет давайте я хочу теперь армию получше ребяточки так вот обязательно обязательно следите за миссиями которые здесь есть и выполняете их потому что выполняя миссии вы делаете легче себе ребятки вот пример франция выполнила и теперь у них классные классные воины а у меня видите я миссии не делал так давайте же мобилизуем народ вы заблокируете на год все торговые маршруты империи с которой состоите в наихудших отношениях но пока я не вижу смысл выполнять дает три научных достижения в течении трех ходов морская торговля с портом венецианская гавань морская аграрную выполнила великобритания владельцы самарей на всех подходящих территориях будет бесплатно построены военные гавани в каждой будет спущена на воду по дому шлюпу вот это можно вот это я согласен ребятки мы получили вознаграждение за выполнение миссии владельцы самарей господин военная гавань со шлюпами башни были построены на следующих портах курск восточная пруссия греция норвегия и баталия я считаю отличное вложение у нас построили сразу военные шлюпы это сицилия где тут наш о в сицилии два шлюпа военных ребята я понимаю этот поворот давайте сюда выкинем Нет, давайте пока он будет стоять там Наши ребята на фрегатах должны поторопиться Потому что Сейчас все может оказаться Очень даже плачевно, ребятки Давайте, может, как-то Я не знаю, как ему поступить Что там поляки? Поляки готовы, хорошо Укрепляем здесь Потому что Хотя, вот и поляки Я не люблю поляков Меня кто-то спрашивал, почему я так плохо отношусь к полякам Потому что поляки не любят меня А я не люблю поляков Я считаю, что это хороший ответ Давайте построим Какие-нибудь проект войска из зданий Их снаряды летят под... Давайте шатифунтовые пушки Построим И туда поставим Так вот И пехоту Гренадерчиков, егерей И офицера туда, пожалуйста Надо нам все-таки регулярную армию строить Так Нет, не преследовать Я не хочу нападать первые Пускай нападают они Кстати, у меня был союзник А куда он делся? Ну, они все-таки навязали мне бой Трудное сражение Ребят, нет Я не буду сражаться лично Потому что В кораблях я всегда сражаюсь автоматически Потому что я в этом не разбираюсь Я не лезу Я и так из меня плохой, как бы, стратег Но В кораблях это слишком долго Это слишком мудро Казармы построены в регионе Анатолия Новый командир Майер готов действовать Где-то командир Майер Где-то, братишка Ага, вот ты Я понял, да? Так, а тем временем наши корабли Мало-помалу продвигаются К нашим землям Для того, чтобы Навалять Триндулей Шлюпу и шлюпу Которая сейчас Явно С причмакиванием Сделают, как бы, оральные ласки Нашим фрегатам Но Ну и заодно Вон наш шлюп С Командиром Капитан Эрнсверд Плывет Давайте по башке Непосредственно Неаполю И Сицилии Это будет позже, как бы Они нам не дали по башке Вон там тоже ребята какие-то сидят Я не знаю, кто там И думаю, может кого-то из этих отрядов завести Вот так К примеру Попонить я не могу, конечно же Но давайте Давайте будем пока пытаться Как-то логически обороняться Я думаю, у нас все получится Франция пока там делает Рокировочку у себя Сицилия все больше и больше Туда подсылает своих войск Я чувствую, сейчас будет заруба, пацаны Сейчас будет заруба Так Россия выполняет миссию Матрическая система Знаграждение Эта империя получает Три научных достижения Они нас обогнали Молодцы Консульство построено Хорошо Теперь давайте Построим там Издательство Армейские ведомости А где мои друзья Вот эти А почему мы с вами не дружим Давайте Кольчество и вам поставим Так Блин, вот эти кусочки Маленькие Они меня раздражают Если честно Неудобно Держитесь, ребятки Держитесь Там три корабля Три корабля с тремя вооруженными ребятами Там у них три отряда сидит Но я думаю Блин, я верю просто Что фрегаты должны будут навалять Ну скорее На крайний случай Мы можем С Османской империи Вывести шлюп Вот этот На помощь Просто Как бы мы сейчас В принципе таки сделаем Мы вот так вот Нападаем Вот Мы их зажали Тем самым А мы пока Подходим вот сюда И вот Хочу Бартана этого туда высадить А пока Давайте наваляем Этим кораблям Что вы мне скажете Морожеские корабли На горизонте Конечно Преследовать Морожеские корабли Государства Королевства Обеих Сицилии Не смогли уйти от нас Они уже на расстоянии выстрела Зарядить пушки Зарядить пушки Легкое сражение Ребят Нет Не хочу И они Все таки Проиграли Потому что У меня были Фрегаты Причем Они нанесли Совершенно Небольшие потери Принять Но Для Сицилии Для обеих Королев Сицилии Это двойная потеря Потому что На борту Были Люди Ну а что будет дальше Давайте с вами посмотрим Следующие серии Мы постараемся Захватить Сицилию И разобраться С всеми остальными Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok